ДАО Алекс, в чём практичность даосской психотерапии, вообще даосского учения? Как его может применить современный человек? Вообще, может ли Дао пользоваться обыкновенный, нормальный человек, который не посвящён в эту философию? И как он это может применить в своей жизни? И человек задаёт вопрос, почему? Вот тогда он уже может начать познавать Дао. Человек спрашивает себя, где я живу? Что это такое? Опять же, какая лакмусовая бумажка? Природа. Справедливость идеи. Ведь, понимаете, идея справедливости, от чего у нас психотерапия, так сказать? От чего у нас проблемы? Мы всё время сравниваем. Антилопа сравнивает себя с львицей. Ей становится очень скучно и тоскливо. Нельзя сравнивать. Антилопа должна практиковать, так сказать, будущий алёрт и убегать быстренько. А львица должна практиковаться, как схватить антилопу и съесть её. То есть каждый делает какие-то свои дела. Надо понять, кто мы. Или есть антилопа, или о зайчика волка и так далее. А если человек не понимает, кто он? Тогда он будет страдать и никогда не вылезет из этого страдания. И помочь ему невозможно. То есть все наши страдания и проблемы от того, что мы не понимаем, кто мы есть на самом деле. И не нашли своего места. У нас нет картины мира. Вот почему слово философия сейчас в последние, я не знаю, 50-70 лет имеет такое скверное понимание. Вот он философ. Значит, сразу имеется в виду, он болтун. Философия не несёт себе никакой практической нагрузки. Человек болтун. Он посидел за стаканчиком мяса. Это умозрительные рассуждения. Это интеллектуальное умозрительное заключение. На самом деле философия, это любовь к знанию, любовь к познанию, это всегда была наука номер один. Почему? Потому что объясняла картину мира и моё место в этом картине мира. Вот почему были у греков разные школы философов, почему люди стремились туда. Потому что каждый человек рождён в состоянии конфьюзности вот этой. И если у человека есть желание вылезти из этой каши, это как в тумане. Вот если туман, так сказать, надо из него как-то выйти, попытаться. Как вы проводите свои семинары? Кто к вам приходит на эти семинары? Кто ваши ученики? Я слышала от таких двух понятий, как смак и снак. Снак и снак. Что это такое? То есть всех ли можно научить дау или нет? Нет, не всех можно научить дау. И можно ли научиться самому? Сейчас очень много книг на полках книжных продаётся. Как с этим? Перед ходом в даутские храмы всегда были вырезаны слова. Каждый человек ответственен за свои действия. Вот это своё. Мы всегда, мы все ответственны за свои действия. Смак и снак, да. Чуанг Цзэ это был первый истинный, наверное, последний китайский интерпретатор Лао Цзу. Потому что Лао Цзу написал свою поэзию и исчез. Вот Чуанг Цзэ в своих маленьких новеллах таких, он синтерпретировал его. И он описывает три типа людей, которые приходят к учителю. Значит, первый тип людей приходит, это смак. А смаки приходят к учителю, потому что у них есть какая-то уже готовая философия жизни. И они ждут от учителя подтверждения этой философии. Снаги приходят к учителю, не имея ничего, не имея философии, но они принимают от учителя то, что им выгодно. То, что им интересно. Остальное отбросывают. То есть опять системы не берут. И третья группа, так сказать, она просто не задает никаких вопросов. И приходит к учителю, так сказать, и следует за этим учителем, не задавая вопросов. Что тоже скверно. То есть неосознанно. Неосознанно, да. Вот такие три типа студентов. Кто приходит к вам? Каких больше? Смагов и снагов. В основном, да. Все эти группы приходят, и всех я пытаюсь очень селектно подходить к этому вопросу. И если я вижу, что уже даже теоретически человек пришел как-то вот или смак, или снаг, я пытаюсь немедленно от этого человека отказаться, потому что человек уже познал. У него уже есть какая-то картина мира? Ну, а если это группа людей, вот они пришли, там, я не знаю, наверное, заплатили какую-то сумму денег, чтобы что-то... То есть у них есть желание что-то узнать. Но вы чувствуете, что человек вряд ли пойдет по пути Дао? Если пришли, деньги заплатили, я объясню честно. А уже как они поймут, это уже их дело. Ну, это конечно. Скажите, вы проводите семинары и в Америке, да? Конечно. И в России. Да. Есть какая-то разница между тем, что вообще хотят учащиеся в России, то есть люди в России и в Америке? Что они хотят взять от Дао? Скорее всего, в Штатах люди более конкретно хотят понять, что с ними уже происходит. Люди же в России, замечая, хотят более конкретно понять, как исправить свою судьбу. Не видят, что, в общем-то, происходит в реальности сейчас. Вот у американцев наоборот. Они видят как-то более-менее, что происходит и как это изменить. Это мешает, да, Алекс? Ну, по крайней мере, по даотской философии мешает. Нет, почему? Это очень приятно, понимаете? Ну, что ж приятного? А судьба-то, жизнь-то нет хорошей. Если романтика становится туманом и застилает вам ваш путь, почему? Да, это ваш путь. Это ваша тропинка. И тогда это уже нехорошо. Если человек как-то романтично смотрит на свою жизнь, он может смотреть романтично, он может быть скептически, пессимистически, но топает по этой тропинке, по крайней мере, видит, куда он идёт, зачем, это уже хорошо. В заключении нашей передачи, вот ваш совет, пожелание нашим телезрителям. То есть, как они могут изменить свою жизнь? Ну, самое главное, так сказать, это всё-таки отойти немножко от сравнений. Вот. Это, наверное, первый, так сказать, совет. Второй совет, что бы вы ни делаете, делайте лучше из-за того, что можете сделать. Вот. И между этими двумя вещами посмотрите на свои ожидания, реалистичны ли они, на свои желания и ожидания. Между желаниями и ожиданиями должен быть какой-то баланс своего рода. Вот если вот эти простые вещи, они как-то свяжутся, я думаю, уже это поможет человеку. Как часто вы бываете в Москве и где проходят ваши семинары? В Москве я бываю иногда раз в 6-7 месяцев. И сейчас есть такое место найти... Помоги себе сам. Помоги себе сам, да, центр. Вот это «Помоги себе сам центр», там такой Миша Глянцев, вот он организует эти все семинары. То есть вас там можно увидеть и послушать ваши лекции. Также еще есть такой клуб «Канон», где я захожу и тогда даю лекции, там, где Саша Скалозуб, основатель этого клуба, тоже тут принимает меня там. Спасибо большое, дорогие друзья. Надеемся, что те философские, психологические изречения, которые вы сегодня услышали в нашей передаче, помогут вам по-новому взглянуть на вашу жизнь и помогут начать менять вашу жизнь к лучшему. Будьте счастливы и до встречи через неделю. Если бы слов было достаточно, то, проговорив целый день, мы сумели бы исчерпать дао. Поскольку же слов недостаточно, то, проговорив целый день, можно исчерпать лишь материальное. Дао – нечто внематериальное. Его не выразить ни в словах, ни в молчании. Субтитры создавал DimaTorzok